Летом необходимо внимательно следить за состоянием собаки. Если дома нет кондиционера, в жару закройте шторы и разместите лежанку собаки в хорошо проветриваемой комнате. Не оставляйте питомца без притока воздуха. Это нужно для того, чтобы охладить животное. На пол вы можете положить влажное полотенце, чтобы собака могла на нём лежать. Убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде. Есть охлаждающие воротники, охлаждающие коврики. Очень много всего сейчас можно приобрести, слава богу. Поэтому даже на нашем празднике собака. Плюс я, французик, приходила в охлаждающий попонник. То есть это всё можно купить в лёгком доступе. Но, конечно, что немаловажно, с собакой не ходить на пляж, если вы пошли. Потому что это вы сообразите, что сейчас мы пойдём искупать. Да и то у людей бывает тепловой удар. Чего же про собак говорить. Тем более, что они сидят у нас рядом практически на пляже, не купаясь, ничего. Потому что нельзя. В жару следует пересмотреть рацион питомца. Летом собаки меньше двигаются, а значит, расходуют меньше энергии. Поэтому не стоит перекармливать их. Выгуливать собаку лучше рано утром и поздно вечером. Днём выходить с хвостатым на улицу нежелательно. Понятно, что физические нагрузки противопоказаны. Ни в коем случае. Если же всё-таки вы куда-то пошли, то значит, ну там, ну понятно, что не по солнцу, а по синьку это раз. Потом, мне тоже, когда я вижу собаку, каждый раз хочется хозяина разуть и пройтись по асфальту. То есть, мы ходим в обуви, да, и не чувствуем, что асфальт горяченный, а собаки босиком ходят. Поэтому, понятно, что плюс к тепловому вы ещё и ожог у собаки получите запросто. Нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно быстро портящиеся продукты. Из-за высокой температуры пища протухнет и вызовет отравление. Из-за жары у собаки может начаться линька. Поэтому необходимо чаще вычесывать её, помогая сбросить лишнюю шерсть. Если вдруг вы видите, что собака у вас дышит, обильно дышит, задыхается, даже не считая собак плоскомордах, брахицефалов, всех собак, значит, что первое, во-первых, у собаки сердечный приступ. Понятно, что можно кроволольчику накапать, это раз собаке дать. Второе, тут же ищем хотя бы где-то в заморозке мясо какое-нибудь. Берём мясо, кладём собаке на голову. И собаку нужно охладить. Понятно, что опять же мочим мы простынку и тоже кидаем собаку. Ну и хватаем её и едем в ветвищебницу. Будьте внимательны к состоянию собаки в жаркие летние дни. Если вы заметили, что питомец не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у него учащённое и затруднённое дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь. Берегите своих четыроногих. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.